Продолжение следует... Ну, надеюсь, что окончательно не опустеет этот зал. Вот. Значит, между тем, сегодня довольно забавная тема. Я постараюсь как можно сбалансированно поделить на бла-бла и технические части, но бла-бла будет сегодня много. Значит, тема такая, она называется «Исключительные ситуации или ловушки». Тут надо сказать, что в разных сообществах, в разных архитектурах используются различные терминологии. Я постараюсь придерживаться той, которая принята в Рискфайве. Хотя она, в общем, не похожа на то, к чему я привык. Поэтому иногда буду ошибаться. Ловушкой, вообще ловушкой, называется ситуацией при работе вашего центрального процессора, при которой нужно выполнить срочно какой-то код в другом месте памяти, с другими регистрами, невзирая ни на что. Его нужно обязательно выполнить, этот код. А затем, возможно, продолжить выполнение со старого места в старом контексте, как ни в чем не бывало. Условно говоря, ловушки бывают двух видов – внешние и внутренние. И вот тут как раз идет разговор о терминологии. Внутренние ловушки, которые возникают в случае, когда у вас в самой программе что-то произошло, называются эксепшенами, эксключениями. Внутренние ловушки или исключения – это такая ситуация в программе, когда вы сами выполнили, в вашей программе выполнена какую-то интересную инструкцию, относительно которую известно, что выполнять ее не надо, а надо как раз перейти в обработчик исключения. И корректное обращение к памяти, попытка выполнить несуществующую инструкцию, вызвать несуществующий системный вызов, в смысле, E-Call. Ну, в общем, вот такие штуки. Собственно, исключение возникает, может возникнуть в одном конкретном месте, известно где, на известно какой инструкции, известно когда, в момент выполнения этой инструкции. Еще один термин – прерывание. Это, значит, внешняя ловушка, которая возникает асинхронно. Она возникает вне зависимости от того, как ваш код выполняется, по каким-то внешним причинам. Программа может в это время делать что угодно, просто вообще что угодно. Даже, например, ничего не делать, а уйти в ядро, в environment, и в этот момент может выполняться, когда возникло прерывание, может выполняться кусок ядра, да, кусок гипервизора. Как правило, прерывание возникает по инициативе внешнего устройства какого-то, который имеет право это делать. И когда это внешний устройство сказал, вот я тут вас прервал, извините, я тут на секундочку вас прерву, сделайте что надо. Прерывание надо отработать. Кстати сказать, в ситуации, когда прерывание возникло во время выполнения другого прерывания или обработки другой ловушки, то практикой является не пытаться прерывать то и начинать выполнять это, а дообрабатывать сначала уже обрабатываемую ловушку, а потом уже, значит, перейти к следующему обработчику. Вот. Там есть некая технология, мы об этом попозже поговорим, не сегодня. Ну вот. Значит, прерывание может быть от какого-нибудь таймера, от, не знаю, там, сетевой карточки, которая, значит, принесла пакет, от того, что закончилась операция ввода-вывода на медленное устройство, то есть не только на вход прерывания, но и на ввод. Значит, вот, наоборот, не только на ввод, но и прерывание от вывода. Да, вот вы сказали, запишите на диск данные, он записывает на диск данные, записывает, а потом днирует прерывание данных на диск записывания. Вот. Вот такие, вот в таком ключе мы будем использовать слово исключение и прерывание при разговоре о риск-файбе. Там принято так. Вот. Кстати сказать, отдельно, бывают-бывают вложенные прерывания, тут сокращенец немедленно меня поправил, конечно, бывает ситуация, когда пришло более высокоприоритетное прерывание при обработке более низкоприоритетного, это понятно, так что все это уже зависит от того, насколько мы нафантазируем архитектуру, с которой мы будем работать. Ну вот, так вот я хотел сказать, что прерывания, не так, исключительные ситуации, возникающие с флотинг-поинтом, вообще не являются с точки зрения обычного процессора ловушками, а вместо этого фиксируются в специальном ЦСР-регистре в виде битов. Вот. Хотя, в общем, мне кажется, что в ФПУ прерывания тоже можно себе вообразить, но вот в том спецификации, которые можно прочитать, они, значит, как-то отдельно живут, эти самые исключительные ситуации в ФПУ, и их надо обрабатывать самому явно. То есть вызвал некоторое арифметическое действие, поглядел в ФПУ, нет ли там соответствующего флага. У нас была домашка на эту тему. Вот. Как вообще устроена логика обработки любой ловушки? Выполнение текущей программы, текущего контекста выполнения приостанавливается. Управление передается специальному обработчику, а после завершения обработки управление передается обратно, прямо в то самое место, на котором было приостановлено выполнение. Насчет того самого места есть некоторые комментарии, про которые я расскажу чуть позже. Вот. Собственно, ловушки всякие бывают, ну, скажем так, их исследовать можно с разных сторон. Вот. Вот эти параметры у ловушек, они, конечно же, это свойство, естественно, не взаимоисключающие. Мы просто можем рассматривать разные ловушки с разных углов зрения. Значит, первый вариант – собственные и несобственные. Да? Это, значит, собственные ловушки, то есть собственность ловушки определяется тем, что обработчик выполняется тем же самым программным окружением, в котором эта ловушка произошла, то есть тем же окружением, что и прерванная программа. Очень часто бывает в плоских моделях памяти такой, например, как в RARS. В RARS нету этих самых уровней выполнения, ровно один. Соответственно, если у нас в RARS произошло прерывание или произошло исключение, которое мы хотим обработать, обработчик будет лежать прямо в той же памяти, работать прямо с теми же регистрами. Вот это все. Такое, кстати, часто, в принципе, часто бывает на мелких устройствах без Managed Unit, то есть когда вся модель памяти исключительно линейная. Вот. Тут сокращенец со свойственным, значит, железячником цинизмом говорит, ну, ошибка в ФПУ это же всего лишь потеря какой-то точности. Зачем беспокоить на эту тему процессор? Ну, по-разному бывает. На самом деле по-разному. Но тем не менее, да, тем не менее, значит, вот в дизайне RISC-5 используются та же самая идеология. Да, ФПУ не обязан, не делает прерывания, ФПУ там просто выставляет в плане. Вот. Внутренний и внешний. Это как раз то, по какому признаку мы с вами отличали исключение и прерывание. Внутренние ловушки это ситуация, то бишь, они же исключения. Это когда у нас, мы точно знаем, какая инструкция может вызвать соответствующую ловушку. И если эта ловушка произошла, мы точно знаем, в какой момент она произошла, в момент выполнения этой инструкции. А внешние, это когда у нас есть какие-то внешние причины. Например, устройство, там таймер какой-нибудь, или еще что-нибудь такое. Например, прерывание при. Не дописал тут код. Текст. Забыл. Ну вот. Давайте допишу. Например, прерывание при получении данных устройства. Или по таймеру. Вот. Внешнего устройства. Ну вот. Значит, следующая дихотомия, это видимые и невидимые ловушки. Идея стоит в том, а нет, значит, хомисинхронные и синхронные. Опять-таки, мы с вами, когда выводили разделение на исключение и прерывание, они тоже обладают этими двумя свойствами. Исключение у нас синхронное, а прерывание асинхронное. Речь идет о том, в какой момент мы можем ожидать, что вызовется обработчик соответствующей ловушки. В случае синхронной ловушки мы точно знаем, когда это произойдет, в тот момент, когда выполнится соответствующая инструкция, где может произойти исключение. Ловушка какая-то. В случае асинхронное, мы этого не знаем, это может произойти когда угодно, даже вот в процессе обработки другой ловушки. Вот. Например, синхронными являются не только исключения, но и весь e-call. Да, e-call это же обращение к environment. Типичная ловушка, да, у нас прерывается выполнение нашего кода, выполняется что-то на стороне, а потом мы возвращаемся в наш код, как ни в чем не бывало. И в отличие от обычного вызова подпрограммы, никакой подпрограммы мы не видим, так что это довольно похоже на ловушку. Вот. Следующая дихотомия – это видимые и невидимые ловушки. Видимые – это когда у нас из основного кода, который прервался, после обработки соответствующей ловушки можно понять, что она произошла. Например, возвращается какое-то значение, как в e-call, или меняются какие-то регистры. Короче говоря, когда, после того, как произошла обработка, наш основной код внезапно узнает, что вот в то время, когда он просто работал, ну, выполнился какой-то код, и результаты этого кода видны. Вот. Но довольно часто бывает нужно, чтобы обработчики ловушек, сами ловушки, были совершенно невидимые. То есть что-то происходит, а мы этого не замечаем, вот наша программа, которая прерывается, а потом возобновляет работу, потом снова прерывается, потом возобновляет работу, не замечает этого совсем, или может узнать только по косвенным признакам. Ну, типичная ситуация – это прерывание по таймеру в системах с замещающей многозадачностью, да. Выполнялся один код, дальше он прервался, выполнялся другой код, потом третий, а потом снова первый, и он продолжает выполнение с того же самого места, без каких-то вообще видимых изменений. Контекста выполнения. Ну, разве что, если у него есть такое право, он может сходить к общесистемному таймеру и выяснить, что прошло довольно много времени, неожиданно много времени. Да, но это как раз косвенный признак. Никакого изменения контекста выполнения при этом не происходит. Вот. Ну, можно еще вспомнить, что ловушки бывают фатальные, обработчики которых уже никогда никуда ничего не возвращают, потому что, значит, программа наделала такое, или внешнее устройство сообщило такое, что, в общем, надо побыстрее эту ловушку обработать и уже никуда не возвращать, а там либо выбросить на уровень выше, либо вообще что-то сделать железяк. Вот. Кстати, вот тут опять же сокращение замечает, что прерывание, то есть некое аппаратное срабатывание чего-то по активности внешнего устройства, может застать процессор в режиме сна. То есть вот процессор вообще не работает, он только поддерживает, значит, напряжение в минимально возможном состоянии, чтобы там ничего не разрядилось, чтобы единички не пропали. Вот. И вот прерывание как раз может на аппаратном уровне взять пробудить процессор, да. То есть вот та часть, которая отвечает за аппаратную реализацию, не за программную, она может в случае внешнего прерывания даже вот так сделать. Вот. Что же касается RARSA. В RARSA вообще все ловушки видимые, потому что, во-первых, все выполняется в плоской модели памяти, поэтому у нас мы сами вручную должны модифицировать, сохранять значение регистров, если мы им и пользуемся, чтобы после возврата из обработчика прерывания или исключения ничего не попортить в процессе. Вот. Соответственно, вот эту невидимость мы должны обеспечивать руками программно. Вот. А если, допустим, наша ловушка фатальная, ну, например, какое-то исключение, которое невозможно обработать в RARSA, его обработывает на самом деле Java, на который написан RARSA, и дальше все падает, да, то, разумеется, фатальная ловушка не может, ну, мы не можем определить, видимо она или нет, потому что, ну, никто никуда не возвращается, код не может, больше этот код не запускается. Вот. Прерывания от внешних устройств, которые RARSA имитирует несколько разных штук, естественно, собственные, и некоторые исключения тоже собственные, ну, в основном те, которые специфицированы в, значит, в RISC-файве. Вот. Но еще есть достаточно большое количество фатальных исключений, которые обрабатываются исключительно самим RARSA, то есть кодом на Java. Вот. Например, если вы попытаетесь ввести вместо целого числа какую-нибудь гадость, то RARSA просто упадет, ну, вернее, выполнение просто упадет, это фатальное исключение, хотя мне казалось бы, казалось, что можно было бы что-нибудь более хитрое сделать, например, выбрасывать исключение обрабатываемое, собственное, и писать какой-нибудь обработчик, что вот, смотрите, нам тут ввели гадость, давайте мы еще раз его введем, ну, что-нибудь такое. Ну, нет, нет. Значит, ввод, неправильный ввод для RARSA – это фатальное несобственное исключение. Ну, вот. Значит, мы сейчас много говорили про собственное-несобственное, и про... Давайте мы еще раз проговорим это, чтобы было понятно. Значит, в принципе, ловушки, любые прерывания, исключения – это очень удобный механизм. В предшественнике Рискфаева процессоре MIPS на ловушках было сделано довольно много, там даже всякие деления на ноль, ну, короче говоря, очень много было сделано на ловушках, архитекторы процессора MIPS довольно много проделали работы, чтобы ловушки были супер-супер быстрыми, обработчики ловушек были быстрыми. Вот. Довольно часто бывает, что ловушка, как исключительная ситуация, или ловушка, как прерывание от внешнего устройства, вообще говоря, обработка этой ловушки – не дело нашей программы. Ну, например, если наша программа читает из файла, а файл лежит на диске, то вообще говоря, пускай операционная система занимается обработкой прерывания от этого самого контроллера дискового, да, и именно операционная система будет выдавать, значит, специальные запросы к диску, потом, когда диск, наконец, прочтет, возбуждать, вернее так, обрабатывать прерыванием, устройство дисковое возбудит прерывание, операционная система его обработает, положит нам в нужный буфер соответствующие данные, а мы в этот момент, значит, эти данные прочитаем. Не дело, как правило, выполнение такого кода не дело основной программы. Это значит, что довольно часто мы хотим, чтобы ловушки были несобственные и невидимые, то есть обрабатывались другим вычислительным контекстом, не нашим. А с нашей точки зрения вообще были незаметны. Вот. То есть где-то в окружении ловушки обрабатываются, а где-то, значит, у нас они не обрабатываются. В случае RARSA мы имеем два неравносильных окружения, собственно, выполнение программы внутри эмулятора этого самого RARSA и какие-то действия, которые написаны на Java, которые, значит, происходят, если исключение не собственное. А в настоящих архитектурах, конечно же, соблюдается вот этот ранжирование, значит, у нас есть пользовательский режим, User Mode, и вокруг него есть Kernel Mode. Исключение, то есть что-то, произошедшее в User Mode, обрабатывается на уровень выше в Kernel Mode. Например, мы обратились в неправильное место в памяти. Это исключение. Это исключение обрабатывается не в нашем вычислительном контексте, а на уровень выше в режиме, так называемом режиме ядра. Почему? А потому что операционная система, ну, точнее, ядро, в этом режиме на самом деле может принять несколько разных интересных решений. Например, нам можно обращаться к этой памяти, просто она еще не загружена. Тогда вот этот PageFold, обращение к несуществующему месту в памяти, обрабатывается ядром. Для нашего процесса заказывается дополнительная память, регистрируется, подверстывается к адресному пространству нашего процесса. Кстати сказать, по этой причине набор команд, доступных в User Mode, меньше, чем набор команд, доступных в Kernel Mode, потому что там, например, такие команды заполнения адресных таблиц работают. После чего управление возвращается обратно в нашу программу, и опки, значит, у нас раньше этой памяти не было, а теперь она есть, мы к ней обратились и даже что-то туда записали. Такая же история может быть связана и с другими вещами, например, с многозадачностью. Да, у нас случилось прерывание по таймеру. Кто его обрабатывает? Ну, разумеется, не наша программа, потому что результатом обработки этого прерывания должен быть выгрузка нашего контекста и загрузка другого контекста. Ну, в случае выясняющей надзадачности. Кто за такое прерывание обрабатывает? Ну, разумеется, ядро. И мы опять приходим к идее, что у нас должен быть несколько уровней выполнения, и на каждом уровне выполнения свой набор регистров, свое адресное пространство и вот это все. Что может потребоваться в таком случае аппаратно от процессора? Да, напоминаю, что мы разговариваем вообще-то об архитектуре. Соответственно, какие требования в эту архитектуру могут добавиться в случае, когда мы говорим вот про такого рода поведение процессора? Ну, давайте для начала вспомним, что вообще вся история вычислительной техники устроена таким образом, что у нас есть некоторая элементная база, на нее сваливается какая-то практическая задача сделать то-то и то-то, дальше с ней справляются, и дальше это там в течение 50 лет, как Лего себе живет. Само понятие прерывания, вообще говоря, прямого отношения к компьютингу, к вычислительному процессу не имеет. Вообще говоря, в машине Тюринга или в архитектуре Фон Неймана, в общем, в любом известном нам алгоритмически полном формализме нет понятия прерывания. Для чего оно нужно? Для организации взаимодействия с внешней средой, которая, которая организация, наверное, возможно, в отсутствии этого механизма, но будет очень муторная. Мы с вами будем буквально на следующей лекции смотреть, как работать без прерывания с внешними устройствами с помощью полинга. Опрашивать, 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 а не появились ли данные, не появились ли данные, вот они появились, о, счастье, наконец-то, можно обрабатывать. Ну вот, так что само прерывание и само исключение, понятие, сами понятия прерывания и исключения, они появились уже по той причине, что это некоторая надстройка вокруг алгоритмической полноты, потому что такова задача. Ну вот, а раз так, то мы можем двигаться дальше. Например, если произошла ловушка, было бы неплохо где-то на аппаратном уровне зафиксировать какая. Ну, например, там, не знаю, это исключение, или это прерывание от такой-то железки, или это прерывание от таймера, или еще что-то. Для того, чтобы наш обработчик этой ловушки, конечно же, мог не по костным признакам, а прямо глядя вот в какое-нибудь место в памяти, в какой-нибудь специальный регистр, ну, это будет ЦСР, конечно, да, брать оттуда причину этого самого прерывания и дальше его разбирать. Вот. Вообще говоря, можно потребовать еще больше поддержки в аппаратуре. Если мы знаем причину, можно устроить так, мы об этом поговорим попозже, можно устроить так нашу архитектуру, что в зависимости от номера, вот в регистре причины, сразу автоматом вызывается обработчик, предназначенный для обработки именно этого прерывания, никакого другого. Вот. Это называется вектор прерывания. Это тоже аппаратная штука, которая может быть, а может не быть. Что еще может быть? Мы можем, наверное, захотеть потратить немножко больше дорогой памяти регистровой на то, чтобы хранить в ней несколько аппаратных контекстов. Особенно это хорошо, когда у нас есть уровни выполнения разные. Вот у нас есть юзерспейс, у него свои регистры, свой стекпоинтер, ну, короче, свой набор регистров. А еще у нас есть, допустим, над юзерспейсом, кернелспейс, там свой набор регистров. И очень бы, конечно, хотелось, чтобы была такая одна инструкция, которая говорит, так, вот мы вышли из юзерспейс, переключись, пожалуйста, загрузи мне, вот, сохрани юзерские регистры куда-то, а на их место загрузи, значит, какие-то кернельские. Или, еще хуже, когда мы вываливаемся в кернелспейс, там вообще другой, сразу другой набор регистров, другой. Вот у нас юзерский остался на юзерспейсе, а кернельский на кернелспейсе. Но чаще всего бывает именно сохранение и восстановление контекста в какое-то специальное место, достаточно быстрое, чтобы эта операция должна быть, ну, там, 32 регистра, еще, наверное, какие-то флаги, вот, чтобы все это происходило быстро. Вот. Не очень понятно, правда, сколько должно быть таких контекстов запасных. Один для вываливания в кернелспейс, или, скажем, четыре, с учетом того, что у нас четыре уровня выполнения в рискфайве пользовательский кернел, супервизор аппаратный, да, ну, машинный. А может быть, большее, может быть, мы хотим какие-то вложенные прерывания обрабатывать, неизвестно. Это все должно решаться в конкретной архитектуре как-то. Вот. Кстати, о вложенных прерываниях и повторных ловушках. Что делать, если при обработке ловушки произошла следующая ловушка? Ну, например, при обработке исключения пришло прерывание. На самом деле это не так уж просто ответить на этот вопрос. В разных случаях ответ бывает разный. Например, прерывание бывает с разным приоритетом. Ну, там, какое-нибудь деление на ноль вяло там обслужили, в это время нам пришло прерывание, там, не знаю, данные готовые, там, пакет пришел в Ethernet-карточку. Вообще говоря, надо плюнуть на это деление на ноль на время. Обработать пришедшие из Ethernet-карточки пакет, чтобы, не дай бог, следующий не успел прийти, и у нас не начались потери. А потом вернуться и продолжать обрабатывать это деление на ноль. То есть какой-то уровень вложности бывает. Или мы, наоборот, запрещаем делать вложности, но тогда нам нужно некоторое аппаратное хранилище, а какие еще прерывания произошли за то время, когда мы обрабатывали это. Иначе они просто пропадут, если мы их не обработали асинхронно. То есть получится, что вот у нас есть ловушка, мы обрабатываем, и где-то в каком-то специальном редиске говорит, а вот за это время еще прерывание по таймеру случилось, и прерывание от внешнего устройства. Мы закончили обработчик ловушки, немедленно смотрим, а там еще два прерывания. Обрабатываем одно, потом другое. Такая дисциплина тоже есть. Про поддержку невинности мы уже поговорили, про среду исполнения. Если мы на наш процессор навешиваем всякие штуки для увеличения быстродействия, конвейер, суперскалярность, многоядерность, хардваре треды, так называемые, и так далее, и так далее, упреждающие вычисления, внезапно вся штука, связанная с реализацией, с обработкой ловушек, становится еще более сложной. То есть, ну, понятно, мы будем говорить в конце семестра про многопроцессорные системы, ну и многоядерные, где есть несколько вычислительных узлов, которые, например, должны как-то обработать одно и то же прерывание. Там начинаются ну просто вот адски сложные всякие задачи, про которые мы, конечно, мы их упомянем, но решать их не будем. Ну вот, такие дела. Значит, что касается, что касается Рискфайва, то есть немножко некая спецификация юзер-левел прерываний. Она старая, обратите внимание, она 19-го года. я сейчас скажу почему. Потому что ее с развитием Рискфайва, вообще говоря, выпилили из спецификаций совсем. Идея стоит в том, что у нас есть четыре уровня. Вот тут мы будем говорить про башню. Башню этих самых где-то в конце. А где тут, где вообще четыре уровня? А, вот она. Нет? Да, машина лист? Да, вот. Значит, смотрите. Если мы работаем в плоской модели памяти, на самом деле, по-хорошему, если мы работаем с одним уровнем выполнения, этот уровень выполнения должен быть не юзер-левел, а самый высокий, машин-левел. Потому что на этом уровне, раз уж мы работаем только на одном, у нас нету какого-то окружения, кроме железа, которое будет за нас решать задачи, то нам должны быть доступны все инструменты, все инструкции и так далее. Вот. Поэтому вот все то, что мы с вами делаем в условном юзер-левеле в RARSE, на самом деле, должно решаться на самом высоком, на уровне машин-левел. То есть на уровне, когда доступно вообще все, вот, условно говоря, это тот уровень, который включается в процессоре, когда вы только включаете, подаете на него питание, когда нет никаких операционных систем, ничего еще нет, там загружается какой-то биос, какой-то код, значит, выполняемый этот код, выполняется, он выполняется на уровне машин-левел. Вот. Уже на этом машин-левеле должно запускаться ядро, из-под него должен переходить на уровень ниже, на уровень ядра, а в ядре должны быть отдельные процессы, запускаемые с уровнем пользователя, собственно, анприлейджет, юзер-левел. Вот. При разработке риск-файва запланировали еще один промежуточный уровень, он называется гипервизор. связан он с тем, что люди хотят в виртуализацию. Опять-таки, мы об этом будем чуть позже, в конце семестра обзорно говорить, но задача виртуализации не является там какой-то потребностью алгоритмической полноты, никоим образом. Она даже не является потребностью изоляции. На самом деле два уровня юзер-спейс, кернел-спейс отлично изолируют, отлично обеспечивают изоляцию процессов юзер-спейса друг от друга. У каждого свое адресное пространство, у каждого свой, значит, ну, короче, обеспечивается. Уровень виртуализации, гипервизор, появился из современных запросов просто на архитектуру того софта, который мы гоняем на наших компьютерах. Наш компьютер, отдельный один компьютер, это операционная система с ядром в кернел-спейсе и пользовательскими процессами в юзер-спейсе. Поэтому, если мы хотим, чтобы наш большой компьютер много таких операционных систем гонял, нам нужен еще один уровень косвенности. Поэтому я говорю про башню косвенности. Нам нужен еще один уровень косвенности, внутри которого можно запустить операционную систему, внутри которой можно запустить ядро в кернел-спейсе, а процессы в юзер-спейсе. Вот, пожалуйста, третий уровень. Четвертый уровень машины, ну, понятно, для чего он нужен, для взаимодействия с какими-то такими железяками, которыми даже гипервизору, в общем, знать не надо. Вот их четыре. Все четыре спецификации существуют. Нам интересно вот эта самая юзер-левел спецификация старая, в которой еще есть исключения и прерывания на уровне пользователя. А если новая, то вот будет машина-левел. Вот, она более новая. Ух, не помню, какого она года. Ну, в общем, она более новая. 21-го, по-новению. Но, в принципе, все спецификации есть еще и на сайте этого самого Рискфайма. Вот. Вот, 21-го года. Это привилегированный режим, значит, то бишь, то, что возникает там на Kernel Space. А, я вам соврал. Вот этот, он привилегированный спецификация, там уже нету, вот по этой ссылке уже нету юзер-левел прерываний. И только спецификации 2.2.17 года, они еще есть. Вот примерно так устроены они сейчас в РАПСе. Ну вот. Как все это устроено в Рискфайме? В Рискфайме есть, мы с вами об этом уже говорили, когда говорили про FPU, так называемый CSR, Control Status Register Block. Этот Control Status Register Block, это такая, что ли, внешняя сущность по отношению к тому, что мы привыкли думать про процессор. У нас есть процессор, у него есть арифметикологическое устройство, да, есть устройство управления, которое, значит, интерпретирует команды и нагружает арифметикологическое устройство вычислениями. И, собственно, все. Ну, такой вот классическая простейшая схема, как в школе учат. АЛУ и УУ, да? Вот. Но, да, и вообще-то устройство управления частично это просто изваянная в аппаратуре какая-то заранее заданная схема. Ну, например, все инструкции процессора выполняются подряд. Вот они выполняются подряд. Само выполнение их подряд, да, прибавление там четырех к счетчику и декодирование инструкции, это абсолютно аппаратная штука. Для этого не нужно никакого отдельного мозга, ну, отдельного программируемой части. Да, это просто, значит, вот такие схемы. Вот. Вот. Но довольно часто хочется, чтобы само устройство управления тоже было программируемым. То есть, чтобы мы могли как-то узнавать статус работы нашего процессора и на основании статуса процессора принимать какие-то решения, в одних случаях одни, в других случаях другие. Вот. Тут вот меня просят рассказать о микроидре, вшитом в процессор. Не сейчас. Это явно тема совсем других лекций. Возможно, даже у нас мы до этого не доберемся. Вот до конвейера мы доберемся. Возможно, то, что вы имеете в виду, чуть-чуть понятнее будет в случае конвейера. Вот. Значит, ну так вот, как управлять процессором программно? Придумайте еще один процессор, который будет управлять процессором. Это называется сопроцессор. Такой же, как и в ПУ, со своими регистрами, со своими какой-то, значит, маленькой памятью, который будет давать команду центральному процессору. Вот. Соответственно, у нас будут инструкции обычные. Инструкции управления. Инструкции обычные управляются обычным СПУ. А инструкции управления выполняются управляющим СПУ. Вот. Сопроцессором управляющим. Точно так же, как это сделано в ФПУ. Там все инструкции лежат в памяти, но инструкции арифметические выполняются и в ФПУ. Вот. Другой вариант. Не надо делать сопроцессор. Надо смоделировать процессор так, чтобы изнутри него, вот прямо изнутри кода программы, были доступны всякие регистры статуса e-войные, вот прямо вот в регистрах, вот. И сделать прямо для каждой функции управления по отдельной инструкции. Значит, вот инструкция там, не знаю, у нас есть же e-call, да? Ну, вот будет там инструкция, например, заполнить таблицу, таблицу виртуальной памяти. Или инструкция переключиться с одного процесса на другую. Ну, прямо для всего ввести инструкцию. Вот. Еще один вариант, который представляется, кажется, наиболее эффективным в смысле быстроты, но наиболее сложным в смысле заранее планировать. Он стоит в том, что у нас часть устройства управления будет с пробитой аппаратной логикой работы. Ну, вот мы уже, там, прибавление четверки для того, чтобы сочетать следующие 20. Никаких специальных инструкций в смысле команд этому устройству выполнения не будет. Но сама логика работы может переключаться путем записи в специальные места в памяти, называемые управляющими регистрами, каких-то значений. Ну, например, записали единичку, и по каждой, значит, выполненной инструкции, мы каждый раз вываливаемся от лайтчика. Вот, выполнен инструкцию, в от лайтчик, выполнен инструкцию, в от лайтчик. Записали в этот битик ноль, больше не вывалимся в от лайтчик. Ну, и так далее, и так далее. Записали в соответствующий битик, и бас, у нас происходит переключение на уровень выше в режимах работы, и вместо юзер-левел мы оказываемся в кернел-спейс. Вот. Записали туда нолик, бас, мы оказываемся опять в юзер-спейс. Ну, как-то так. Так, значит, нету никаких специальных инструкций для управляющегося процессора, он весь изваян в железе, но он заглядывает в специальные регистры, и эти регистры, значит, им управляют. Вот так это сделано в риск-файве, почему я на этом так сильно остановился. Тот самый ЦСР, о котором мы говорили уже, да, Control Status Register Block, вот, это вообще такое отдельное адресное пространство, состоящее из 4 килобайт, точнее не килобайт, а из 4096 номеров этих самых регистров, то есть их там 4096 штук. Вот. Из этих 4096 штук на каждый уровень выполнения из 4 приходится по 1024. То есть у каждого уровня выполнения свой набор управляющих регистров, что разумно, поскольку мы собираемся управлять этими уровнями, просто вписывая данные в эти регистры. Вот. Номер регистра, вот от нуля до... Трактуется следующим образом. 2 бита как раз за уровень выполнения, 2 бита за редрайт и редональд. Считается, что редрайт регистров должно быть в 3 раза больше, чем редональд. Поэтому, значит, если вот в этих битах стоит 0, 0, 1 или 1, 0, то это редрайт, а если 2 единички, то редональд. И, в общем, получается вот такая хитрая таблица. Где она тут? Вот она. Ну, ее плохо видно, но, в общем... Можете повторить, пожалуйста, про редрайт и редональд? Да, смотрите. Вот этот номер регистра от 0 до 4 до 96. Он делится просто на биты. И по содержимому этому биту выясняется, а, чей он регистр. Вот здесь вот, то есть какому уровню выполнения он соответствует. И он только для чтения или для чтения и записи одновременно. Просто по самому номеру. Вот номер регистра представляет собой битовую шкалу. Сколько там их получается? А, ну да, да, да. 10, 11, 12. 12 битов. Вот из этих 12 битов 2 отвечают за то, редрайт он или редональд. Если в этих двух битах написано, есть нолик, то они редрайт, а если нолика нет, то редональд. А зачем вообще редональд может быть нужны? Статус. Там очень много чего статус. Там, не знаю, номер такта, выполняемый сейчас. Время, что угодно. Ну, время в смысле самого низкого уровня. Вот. Это не адреса, да, потому что регистры думируются подряд. То есть там нету кратности чего-то там. Нулевой регистр, первый, второй, третий и так далее. Вот. Содержимое регистра это либо 32, либо 64 разряд в зависимости от разрядности архитектуры. То есть то, что приезжает нам из регистра, оно вот такого размера, чтобы в машинное слово влезло. Вот. Поскольку это регистры статуса, мы не можем себе позволить. Да, и манипуляция этими регистрами переключает режим работы процессора. Мы себе не можем позволить состояние гонок, прочли что-то из регистра, проанализировали это и записали туда новые значения. Да, значит, пока мы будем это анализировать, там все может поменяться. Поэтому логика управления регистрами всегда атомарная. Первая операция взаимодействия с ЦСР регистром, она всегда и read и write одновременно. То есть мы что-то пишем и что-то читаем. Вот. Выглядит не очень удобно, но если мы весь код свой будем писать в соображении, что мы атомарно и пишем, и читаем, то, соответственно, мы избежим ситуации, что мы проверили, что в ЦСР регистре что-то лежит, подумали, приняли решение, что-то туда записали, за это время все поменялось. Ну, в общем, атомарность нужна ровно для этого. Вот. Это инструкции типа И, правда, немножко специфические, потому что там номер регистра вот этот 12-битный как-то так размазан. Общий вид – это ЦСР РВ, да? ЦСР – read, write. Может быть, И – это может быть инструкция, в которой какое-то значение, которое мы пишем, оно не в регистре задано, а прямо явно вписано в код. Правда, это И очень маленькое, там что-то битов 7, что ли, максимум можно. Вот. Поскольку, опять-таки, в регистре статуса каждый бит отвечает за состояние процессора какое-то, то прямо на аппаратном уровне предусмотрены инструкции, которые выставляют или гасят один бит. Вот. ЦСР РС и ЦСР РЦ. То есть, ну, 5 битов, да, вот сокращенец говорит даже не 7, а 5 битов, потому что все остальное уходит на номера регистров. Вот. Потому что их там 12. Да? Это важно, что у нас, вот, мы атомарно воздействуем только на один бит в нашем регистре, а все остальные не трогаются. Почему это важно? Мы чуть-чуть попозже поговорим. Вот. Между тем, если мы не хотим ничего писать в регистр, или не хотим ничего читать, мы можем просто в качестве регистра общего назначения источника и приемника использовать регистр X0, он же 0. Вот. Более того, это не просто можем. Мы должны так делать, потому что это так называемый хинт. Про хинты мы тоже сегодня поговорим. Это ситуация, при которой прямо на уровне аппарат, аппаратуры, процессор, ну, не процессор, устройство управления видит, что в соответствующем, скажем, в поле destination стоит регистр X0, и это значит, что можно забить на эту часть выполнение инструкции, потому что ничего в X0 записывать не надо. Это как где в нул. Вот. Ну вот. Какие бывают инструкции? Значит, работа с битом CSRRC и такая же работа с небольшим числом, который в этот бит загоняется. C это clear, S это set. RV, CSRRV, это, значит, атомарное чтение и запись в регистр целого машинного слова, а RVI, соответственно, небольшого значения. Вот. Читается, записывается в регистр это значение, а читается в регистр общего назначения то, что там раньше лежало. Вот. И еще кучка псевдоинструкций, которые, значит, примерно все то же самое делают, просто, как правило, как если посмотреть, тут clear бит, что это значит? Это значит, что мы бит стираем, а, значит, чтение происходит в регистре R0. Вот. Ну вот тут объяснение, почему, если у нас инструкция типа I, почему небольшое число всего 5 битов, вот потому что, ну, места не хватает. Потому что то I, которое было и медиа, это на самом деле, это эти самые 12 бит. Это и есть регистр CSR. Вот. А для маленького значения используется полифункт. Ну, оно маленькое совсем, 3 бита. Вот, поэтому. 5. А. Ну, короче, вот маленькое. Ну вот. Из этих соображений довольно часто сами регистры CSR дизайнятся таким образом, чтобы у них 5 битов были побитого значимые, и мы с ними могли бы работать в отдельности, а все остальное там управлялось как-то по-другому. Вот типичный пример, это наш floating point, статус регистр. Вот помните там 5 битов под эксепшены. Вот это вот именно поэтому, чтобы можно было этот эксепшен прямо руками задать в виде маленького значения эффективно. Ну вот. Здесь пример, давайте я его сделаю побольше. Здесь пример, как раскладывается уже известная нам инструкция управления в ПУ в настоящей CSR РВ. Да? Вот мы сказали SRM, что такое SRM, я забыл, round mode. На самом деле мы записали в пятый регистр, пятый, значение регистра Т0. А прочли в... наоборот. Значение... сейчас. Приемник, источник. Прочли мы в шестой, мы прочли, а из пятого записали. Ну и так далее. Да? Значит, CVT. А, ну CVT это floating point инструкция. Где там? Вот, RCSR. Это просто... мы прошли регистр статуса floating point. На самом деле это просто CSRRS с X0 в качестве регистра источника, потому что мы ничего не пишем. Ну вот. Еще раз напоминаю, что FLACS и FRM это такой специальный доступ к битам. Точно так же, как доступ к битам у нас есть для регистров CSR общего назначения. Вот. Ой, а вот про прямой и непрямой эффект я бы хотел... хотел поискать где-то у меня был текст на этот счет. Вот. А, это прям дальше и будет. Вот отдельная глава и отдельное на самом деле расширение, которое ZITCenter называется, описывающие формат и имеющиеся уже заранее предусмотренные в RISC-5 регистры статуса, который read-only. У них маленький номер, вернее, у них большой номер, у них две единички в соответствующих битах. Вот. Соответственно, вот их... Они начинают с 0xc, 0,0, вот и вот. Тут есть такая подробность, что если это счетчики, например, количество выполненных тактов или количество выполненных инструкций, то в 32-разрядном RISC-5, конечно, количество выполненных инструкций не помещается в 32-разрядных. Их может быть триллион. Вот. Соответственно, у них есть еще х-версии. 3,072 – это количество выполненных тактов, а 3,200 – это еще старшее слово от количества выполненных тактов. В 6-разрядный RISC-5, естественно, этой проблемы нету, потому что там регистры 6-разрядные. Обратите внимание, что они идут не подряд, а не просто вот один регистр и второй, в котором есть такое слово. Вот. Поскольку это регистры статуса, любая операция с ними приводит к тому, что режим работы нашего процессора может измениться. Не только запись в них может изменить режим работы, но и чтение. Сам факт чтения из регистра ЦСР может привести к чему-нибудь. Вот. Это важно, потому что, во-первых, это несколько расширяет наши возможности по организации логики регистра в ЦСР, а во-вторых, приводит к тому, что... Ну, и во-вторых, далеко не всегда можно удобно как раз менять состояние процессора с помощью записи, потому что там надо какие-то байтики передавать. А нам не надо байтики передавать, да? Нам нужно всего лишь обратиться к какому-то регистру. Ну, как на кнопочку нажать. Зачем что-то записывать, если мы только нажимаем на кнопочку? Вот. И тут возникает термин, называемый непрямой эффект и термин побочный эффект. Почему нет термина прямой эффект, я не знаю. Такое легоси. Извините. С побочным эффектом борются, но в некоторых случаях он допустим. Непрямой эффект допустим всегда. Непрямой эффект – это ситуация, при которой состояние CPU однозначно соответствует содержимому регистра и меняется, если записать туда данные. Записали единичку, стали трапаться на каждой инструкции в дебагер. Записали норик – перестали трапаться. Если состояние регистра однозначно соответствует содержимому регистра и по записи оно меняется, да, вот сокращенец предполагает, что прямой эффект от записи в регистр – это изменение содержимого самого регистра. Ну как бы мы записали туда единичку, там теперь лежит единичка. Прямой эффект. Непрямой эффект – что от этой записи единички у нас что-то меняется. Например, мы что-то записываем в FCSR-регистр и это вызывает ловушку, потому что это туда записывать нельзя. Прямой эффект от факта записи чего-то в регистр, Ну, в смысле, непрямой эффект от факта записи чего-то в регистр, меняется состояние процессора, дергается обработчик ловушки. Вот, значит, пора уже... А, вот, как раз мы переходим к РАРСу, отлично. Но, да. А вот если по факту чтения из ЦСР-регистра меняется состояние, это называется побочный эффект. То есть мы что-то прочитали из ЦСР и тем самым запустили какую-то операцию. Пример с документацией. Предположим, чтение из регистра зажигает лампочку, а запись нечетного числа гасит лампочку. Обе операции, не только чтение из регистра, но и запись нечетного числа в регистр, имеют побочный эффект. Почему? Потому что, предположим, ну, с чтением понятно, да, мы всего лишь прочитали, а лампочка зажглась. Побочный эффект, да. Мы вроде бы ничего не поменяли в регистре ЦСР, а лампочка зажглась. Побочный эффект. Но и запись нечетного числа, вот если у нас такой протокол, запись нечетного числа в регистр гасит лампочку, тоже считается, что имеет побочный эффект. Почему? А вдруг там уже лежало нечетное число? Мы в регистр, содержащем нечетное число, скажем, 3, запискали нечетное число, скажем, 3. Ничего не изменилось, прямого эффекта нет, а побочный эффект есть, потому что по нашему протоколу запись нечетного числа гасит лампочку. Вот. Вот этот дизайн плохой. Хороший дизайн. Это, например, запись в регистр четного числа зажигает лампочку, нечетного гасит. Все. Однозначно содержимое регистра соответствует содержимому состоянию нашего процессора. Да? Ну, устройство в данном случае, не процессор. Если число четное, значит лампочка горит. Если записать число четное, значит лампочка зажжется. Если записать число нечетное, значит лампочка погаснет. И если число нечетное, лампочка не горит. Вот. Только непрямой эффект. Понятно. Получается, что непрямой эффект это всегда запись, а побочный может быть и чтение записи? Ну да, потому что для того, чтобы был непрямой эффект, сначала он должен быть прямой. Мы должны что-то изменить. Так что да, это всегда запись. Правильно. Тем не менее, побочный эффект может быть допустим. В стандартном ИСА нет побочного эффекта. При чтении никогда. То есть вот это вот чтение зажигает лампочку, не должно быть. Запись может иметь документированный побочный эффект, хотя это не очень хорошо, потому что иногда-то по-другому нельзя. Вот мы что-то записываем, мы запускаем какую-то последовательность изменений в внешнем устройстве или чем-то еще, она может привести к тому, что состояние процессора изменится еще больше. Мы записали единичку, а получили две единички потом. Такое может быть. Ну там, да, мы записали какую-то хрень, вызвалось обработчик исключений, и этот обработчик исключений взял и потер какие-то регистры, какие-то значения в ЦСР. Это побочный эффект. Если мы расширяем стандартный набор инструкций, то мы, в общем-то, можем какой угодно побочный эффект задокументировать и вписать. Но только в случае, если мы добавляем другие нестандартные расширенные ЦСР-регистры. Вот в стандартных ЦСР-регистрах, описанных в стандартном G5, правила должны соблюдаться. Но мы можем придумать такое расширение и придумать такие и другие регистры, в которых там побочный эффект цветет и пахнет. Вот. И то, что я уже говорил, если мы используем ZERO в качестве источника и приемника, гарантируется отсутствие побочных эффектов в том случае, если, ну, понятно, если этот ZERO используется в качестве индикатора того, что мы ничего не записываем или ничего не читаем. И эти побочные эффекты не должны, как бы, вот это тоже такая важная тема в документации, да, что ZERO — это не просто дивну, из которого что хочешь можно прочесть, но наличие ZERO в качестве источника или в качестве приемника выключает эффекты, связанные с члением или записью. Давайте уже быстро к RARs'у перейдем, а то времени нет. Что есть в RARs'е? То есть я вот очень много бла-бла сегодня было, давайте RARs'у запустим. Человек спрашивает, речь о процессе репредикативности, ничего не знаю, речь о регистрах статуса. Мне терминцепроцессор предикативности не то чтобы совсем не знаком, но я его не освежал к этой лекции и не готов ответить ни до них. Да, значит, что у нас с RARs'ом? Исключение в RARs'е конкретно синхронная ловушка на конкретной инструкции. Вот. Возникает в том случае, если инструкцию нельзя выполнить штатно. Вот. Значит, она может быть собственной, то есть обрабатываться соответствующим обработчиком, а может быть не собственной, а обрабатываться джавой. Вот. Если у нас есть обработчик, то после того, как мы эту инструкцию обрабатываем, ее надо передать управление на, внимание, инструкцию, следующую за той, на которой произошло исключение. А то оно возникнет еще раз. Допустим, мы обращаемся к несуществующей памяти. Ну, вообще-то, в случае RARs'а мы ничего не можем сделать. Соответственно, если мы вернемся на ту же самую инструкцию, мы опять обратимся к несуществующей памяти. Ну и, в принципе, в RISC-5, если ваш обработчик возвращает управление, обрабатывая исключение, возвращает управление, он должен возвращать управление к следующей инструкции. Не к той. Надо сказать, что в RARs'е ловушки обрабатываются довольно специфическим образом, не очень похожим на стандарт, даже на тот старый, 17-го года, на который я ссылался. Впрочем, тут это слово «впрочем», спецификацию на плоскую модель для малых устройств начали разрабатывать, потом почему-то закрыли, такое так называемое расширение M. В общем, не очень понятно утверждение «мы далеки от спецификации», RARs далек от спецификации, не очень верно в том смысле, что мы спецификации тоже до конца нет. Сокращенец почему-то настаивает несколько раз, что надо обязательно сказать, что если ваше исключение такое, что все свалилось и программу продолжать не надо, то не надо возвращаться на следующую инструкцию, а надо вываливаться из программы. Ну да, но мне кажется, что это очевидно. Если не надо возвращаться, то не надо возвращаться. Очевидно же. Никаких прав доступа к памяти, там какой-то kernel space, user space, ничего этого в RARs нет. Но отклонение от стандарта в практической реализации железа, особенно такой средней руки, это норма. Во всяких железках делается по-разному. Ну вот, значит, регистры статуса. CSR-регистры в RARs. У статуса это регистр статуса. Если мы в него впишем единичку в нулевой бит, то исключения будут происходить. И если мы впишем туда ноль, то обработчиком исключения будет заниматься сам RARs. У и Е, регистр У и Е 4 разрешает обработку прерывания исключений. Пятый утвек. Регистр утвек хранит адрес обработчика ловушки. В RARs ровно один обработчик всего. Ловушка, исключение, неважно чего, ровно один. Сами должны разбираться, что произошло. Регистр УСКРАЧ. Это регистр на всякий случай. Напоминаю, что мы должны программно сделать обработчик невидимым. То есть не изменить ни одного регистра. Очень сложно написать код, который не меняет ни одного регистра. Поэтому один регистр у нас есть, но это специальный CSR-регистр под названием УСКРАЧ, куда мы запишем что-нибудь. Например, не знаю, Т0. Дальше будем модифицировать Т0, запишем что-нибудь в стек. Дальше, ну, короче говоря, когда у нас один регистр есть, дальше уже проще работать в запасе. Вот. Регистр 66-й УКОЗ. Это регистр причины срабатывания ловушки. Исключение или прерывание. Регистр утвал. Дополнительная информация о срабатывании нашей ловушки. Например, в случае исключения по неразрешенной памяти там будет адрес, по которому мы попытались пойти. Вот. Специальный регистр УАП, который будет хранить ожидающие прерывания, которые мы еще не обработали. Вот. По битикам. И регистр УЕПЦ, в который будет записан адрес инструкции, на которой произошло исключение, из-за которой вызвало исключение, или при исполнении которой произошло прерывание. То есть та инструкция, на которой произошел выход в обработчик ловушки. Вот. Ну, вот это формат регистра УСТАТУС. В регистр ЦСР, он, кстати, УКОС, он, кстати, имеет номер 42, аж 16-ти речный, записывается номер ловушки и ее тип. При этом, если был exception, то 0, а если interrupt, то 1. А вот в младших 5 битах, опять 5, хранится причина. Этих причин, а нет, этих номеров исключений у нас, значит, вот 8 штук, вот, неправильная инструкция, неправильный адрес инструкции, сама инструкция что-то куда-то сходила и получила от LOOP, неправильный адрес, неправильная... при загрузке, ну, при операции чтения, неправильная... ошибка доступа при операции чтения, неправильный адрес записи, ошибка доступа при операции чтения, и неправильный environment call. Кстати сказать, в случае Invalent Call в больших архитектурах, где у нас есть четыре режима выполнения, уровня выполнения, тут этих вариантов причины четыре, в зависимости от того, в каком именно уровне произошел этот самый Invalent Call. Вот. Обработка исключений выглядит так. Мы записываем в УТВЕК, в ЦСР, регистр УТВЕК, адрес обработчика. Он должен быть красным четырем. Вот. Два младших бита, кстати, имеют некое особое значение в архитектуре, но в раз не используется. Дальше. В УИЕ установить биты тех исключений, которые мы собираемся обрабатывать. В регистр разрешения прерывания исключений. Дальше. Установить первый бит разрешения прерывания в УСТАТУС, потому что пока мы его не установили, ничего не разрешается. Вот мы тут сначала сказали, какие исключения прерывания, а дальше в УСТАТУС записали единичку. Вот. Что нам делать в обработчике? В обработчике нам нужно рассчитывать, да, мы можем рассчитывать на то, что содержимое УСКРАЧ не меняется в раз. То есть мы записали туда Т0, что-то поделали, и в конце записали обратно, у СКРАЧа в Т0, и там лежит то же самое. Это как бы сохраняемый ЦСР-регистр для нас. Вот. Необходимо восстановить значение абсолютно всех регистров, сохраняемых, несохраняемых, всех, перед выходом из обработчика, потому что, с точки зрения нашего программирования, любой обработчик исключений невидимый для программы. Ну, за исключением ситуации, когда мы договорились заранее, что из обработчика исключений там прицельно меняет какой-то регистр, потому что. Вот. Но это обычно для прерывания так используется. Вот. Ну вот поэтому часть контекста, ну, один регистр сохраняется в УСКРАЧ, дальше с помощью этого регистра мы что-то сохраняем куда-то в память. Вот. В случае ловушки, в случае прерывания мы должны вернуться на ту же самую инструкцию, которую обрабатываем, потому что прерывание от нас не зависело. Там что-то произошло, мы вернулись и продолжили ту же самую инструкцию сначала. А в случае исключения мы должны вернуться на адрес плюс 4. Напоминаю, что этот адрес хранится в ЕПЦ. Время у нас все меньше, лекции никак не кончатся. Что еще? А, вот уже пример. Что еще разрешается делать в RARSE? В RARSE при обработке исключений разрешается использовать пользовательский стэк. Только, не дай бог, не испортите его. А потому что другого нет. Именно поэтому, помните, у нас была дисциплина, никакие данные значимы не лежат за пределами стэка, потому что может случиться прерывание исключения, которые туда в этот стэк запишут. Вместо этого можно придумать такой специальный стэк для обработки ловушек. И тогда вход в обработчика исключений будет стоять в том, что мы SP, текущий SP, положим в этот самый USCRATCH. И дальше будем относительно этого SP уже что-то делать. Поскольку в RARSE повторный вход в ловушку запрещен, эта область может быть одна. Мы можем сохранить в конкретную область конкретные значения и не париться с тем, что когда мы внезапно из исключения попадем в исключение, то эти значения перетрутся. Поскольку повторный вход в ловушку невозможен, то... Ну вот давайте все уже, давайте попробуем самый простейший пример безо всяких конвенций, просто тупейший вариант, который конвенции не соблюдают. Давайте мы его запишем. Это уже будет какой-нибудь 29-й наш пример. 29-й, я не ошибся. Вот. Что за код? Это, собственно, это, собственно, начало программы, которая в RARSE умеет работать с исключениями. Мы записываем в 5-й... 5-й это... Блин, почему здесь написано 5? Я хочу правильный устатус. Сейчас. Утвек он называется. Давайте называть вещи своими именами. Этот регистр называется Утвек. Вот мы записываем в регистр Утвек... Что за ерунда? Вот так. Адрес нашего обработчика с помощью ЦСР-РВ. Вот. Тут, кстати... А почему здесь... Ну, ладно. Вот. Кстати, можно было сказать ЦСР-РВ и убрать слово ЗИРУ. Есть такая специфическая инструкция. Вот мы разрешаем обработку глобально. Вот. Опять здесь, кажется, У-статус должен быть... Вот. Ну-ка. Да. Пока все нормально. В этот момент, в момент, когда мы в У-статус записываем единичку, исключения начинают обрабатываться. Вот. Сейчас мы попытаемся... Дальше мы попытаемся прочесть с адреса 0 какое-то значение. Вы помните, что в модели памяти Верарса младшая область памяти запрещена на чтение и запись. Вот. Здесь должно возникнуть исключение. И оно должно обработаться вот этим тупым обработчиком, который ничего не делает, ничего не сохраняет. Вот. И, между прочим, портит регистр Т0, если что. Обратите внимание на это. Давайте все это проверим. Так. Ну вот. Вот. Значит, выполнили. Что мы делаем? Выполняем инструкцию АУИПЦ. мы загружаем, значит, в Т0 адрес Ханглера. Вот мы загрузили в Т0 адрес Ханглера. Что там? 400001. Да? 400001. Нет. 400001. Вот. 400001. Ну, это правильно. Это кусочек кода. И вот отсюда. Ничего удивительного, что вот у этого места адрес 400001. Загрузили. Сейчас мы этот адрес Ханглера запишем в УТВЕК. То есть, вот сюда, вот в регистр статуса. Это адрес того обработчика прерывания, который будет вызываться, если что-то, или исключение, если что-то произойдет. Окей. Вот сейчас мы попробуем прочитать по адресу 0 какое-то значение это нарушение. И вот сейчас мы войдем в обработчик. Шмяк. Мы вошли в обработчик. Обратите внимание, что в регистре статуса у статуса вот здесь вот стоит единичка. Это означает, что что-то там произошло. Он изменился. Вот. Сейчас мы будем это дело анализировать. 65 это ЕПЦ. Ну, ладно. Короче, регистр 65 это ЕПЦ. Здесь почему-то в номерах они указаны. В примере. Я не знаю, зачем я так сделал. Вот. И вообще тут какие-то странные через табуляции нотации. Я так не пишу. Не знаю, кто это сделал. Короче говоря, что мы делаем? Мы должны вернуться из обработчика исключения. Напоминаю, что для того, чтобы вернуться из обработчика исключения, надо добавить 4 к тому адресу, на котором произошло исключение. Что это за адрес? Вот он. 42.010 ЕПЦ. 42.010 это вот эта инструкция. Где она тут? Вот она. ЛВ. Для того, чтобы продолжить вычисление, мы должны к этому 42.010 прибавить 4, записать это обратно в регистр ЕПЦ и вызвать уред. Собственно, что мы и делаем. Вот мы прочли в регистр Т0 содержимое у ЕПЦ. Вот мы добавили четверочку к нему. 42.014. Вот мы обратно записали его в ЕПЦ. и выполнили уред. И хоба, мы таки, да, перешли на 42.014 и мы сейчас выполним системку, который закончит работу. Вот примерно так все это работает. Вот. Напоминаю, что еще раз этот хандлер не соответствует конвенции, потому что он испортил регистр Т0. В момент выхода у нас в регистре Т0 лежит какой-то адрес из обработчика. А вовсе не то, что там было раньше. появившись там в процессе обработки. Сокращенец предположил, что можно расположить ядерный стек по адресу 0x8400. Кажется, там в RARSE уже ничего нету, туда вообще ничего писать нельзя, к сожалению. Надо это проверить, но кажется, ничего. Вот. Давайте лучше напишем обработчик более разумный, который а, во-первых, что-то делает, а не только возвращает управление, б, поддерживает конвенцию, то есть не портит ни один из регистров. С вашего позволения скопи-пастью времени у нас маловато. Вот. Давайте мы создадим новый. Это уже будет чуть ли не 30-й. вот здесь мы сделаем следующее. Мы попытаемся выполнить две инструкции неправильные. Одна с попыткой чтения по нулю, а вторая попытка вызова, системного вызова, несуществующего, тысячного. Вот. Как устроен наш хандлер? Значит, обратите внимание, что я не стал пользоваться стеком, сокращенец наставил на том, чтобы использовать здесь стек специальный, выделенный, но поскольку мне всего лишь нужно сохранить ровно три регистра, один из них будет лежать в скратче, а два других будут лежать просто вот здесь вот в специальных данных для сохранения регистров РА0 или А7, так что при входе в обработчик я, во-первых, сохраняю Т0 в скратче, во-вторых, с помощью регистра Т0 записываю, сохраняю содержимое А0 и А7, дальше из регистра УКОС читаю причину, дальше просто вывожу 34-й системный, 34-й ЕКОЛ, это вывод этого самого шестеричного числа, вот, дальше ввожу перевод строки, дальше возвращаю значение А0 и А7 в исходное, да, дальше прибавляю 4-ку к УЕПЦ, сохраняю обратно УЕПЦ и дальше возвращаю значение Т0 из УСКРАЧа, к этому моменту все регистры обратно восстановлены, как были, а возврат происходит на следующую инструкцию. Ну вот, давайте все это попробуем. Вот мы загрузили хандлер в УТВЕК, вот мы выставили обработку, включили обработку исключений и прерываний, вот мы попытались загрузить значение по адресу 0 и вывовались в исключении. В этом исключении мы сохраняем Т0 в обработчике Т0 в УСКРАЧ, сохраняем с помощью освобожденного Т0 значение А0 и А7 в соответствующие адреса, вот в эти, вот они тут, вот сюда, А0 и А7, ну тут будет 2 0, поэтому это неинтересно. Вот. Дальше загрузили в А0 содержимое УКОС, сколько там, 5, да, причина 5. Вот, загрузили в А7 34, это системный вывод, этот, ЕКОЛ, вывод 6-0 числа, вывели 6-0 число, шмяк, вот, ну и перевод строки. Дальше восстановили все значения регистров обратно, прибавили к УЕПЦ, к адресу возврата из обработчика четверочку, записали его обратно, вот он изменился, восстановили УСКРАЧ из, теноли из УСКРАЧ, вернулись к нашему коду. Но это еще не все, мы теперь будем вызывать несуществующий системный вызов. Шмяк записали в А7 тысячу, попытались вызвать системный вызов, в смысле ЕКОЛ, БАС упали в описание, у статуса опять 10, а в УКОС у нас лежит 8, 8, мы помним как раз по списку 8, это вот это, сейчас, да, да, вот он, Елена Кункова. Ну вот, и дальше, все то же самое, сохранили 1, сохранили регистр Т0 на УСКРАЧ, сохранили А0 и А7 в соответствующую область данных, кстати, у нас, смотрите, в А7 уже что-то такое вот, другое было, да, там уже были какие-то значения, вот, потому что мы туда записали тысячи, это тысячи, мы туда же записали тысячу, когда хотели вызвать системный вызов, ну вот, вывели эту, бумс, вывели эту 8, восьмерку на экран, восстановили А7, восстановили А0, восстановили Т0 из этого самого, нет, увеличили адрес возврата, восстановили Т0 из-за исключения, что мы здесь делаем, а здесь мы кладем 8,10 и заканчиваем работу, ну вот, как правильно заметил в свое время сокращенец, когда, когда мы такие вещи делаем в реал-эфе, конечно же, конечно же, надо использовать какой-нибудь стек, либо рискнуть использовать основной стек, прямо вот основной, вот, либо выделить какой-то кусочек памяти, в него, записать стекпоинтер воскротч, а на этом кусочке памяти работать. Вот, я с вашего позволения займу еще минут 7, вот на эти два кусочка, значит, связь с внешним окружением. Вообще-то, у нас есть еколы, описанные в окружениях как системные вызовы или что-то такое, мы вызываем еколы, там все происходит так, как написано в конвенции. Но, бывает нужно сказать так, вот, я вываливаюсь в внешнее окружение по каким-то заранее, ну, как бы, по договоренностям, по конвенциям, которые не входят в основную конвенцию, а просто в какие-то места памяти я вписал какие-то операции, какие-то данные, внешнее окружение, которое эти данные анализирует, оно-то поймет, что я хотел. Но в стандарте этого нигде нету. Несколько исключений подряд заструт старые ошибки. Исключение, дорогой Валерий Шапко, это штука, происходящая синхронно в процессе выполнения кода, поэтому нет возможности затереть старую ошибку. Мы сначала обработаем одно исключение, только потом возникнет следующее. Ну так вот, есть специальная вообще конвенция на то, как взаимодействовать с инвариументом, с внешней средой произвольным образом, не заранее заданными эколами, а просто вывалившись с помощью инструкции ебрейк во внешнее окружение, подготовив к этому ебрейку какие-то данные, которые внешнее окружение будет анализировать. это называется семи-хостинг, волшебное слово. Семи-хостинг. Вот. Идея состоит в том, что мы намеренно формируем такой код, который будет интерпретироваться внешним окружением, это внешнее окружение что-то будет для нас делать и дальше возвращать нам управление, но то, как это устроено, зависит не от отдельных конвенций, где прямо написано номер Еколы и что он делает, а определяется этим самым окружением. Вот тут есть целое, целое, значит... Но этого нет в РАРСе. Что? Этого в РАРСе нет. В РАРСе есть инструкция ебрейк, но она всегда вываливается, приводит к вываливанию ватланчик, потому что ничего другого и РАРС не умеет. Вот. Но вообще-то там довольно забавно. Например, вы можете с помощью НОПов обмазать ваш ебрейк специальными НОПами. Причем, как известно, НОПы бывают разные, потому что здесь X0, X0, а здесь какой-то номер, здесь X0, X0, а здесь какой-то номер, а еще у них этот самый обкод разный. И вот это все ваше внешнее окружение будет анализировать и на основании вот этих вот чиселок будет принимать решение, а что же от него хотите. Это все абсолютно гибко, по договоренности с операционной системой, то есть ни в какие конвенции не входит и так далее. Вот. Еще одна тема, которую мы пропустили и, видимо, не успеем поговорить, это так называемые хинты. Я скажу только коротко. Хинт – это та же самая картина, когда процессор, только не по отношению к окружению, а по отношению к процессору. Вот вы пишете, допустим, ЦСРВ, регистр, и х0. Это значит, что вы не хотите читать какой-то регистр, дальше какой-то регистр ЦСР, и дальше х0. Это означает, что вы не хотите читать. Или у вас в качестве приемника написано х0. Это означает, что вы не хотите писать. В этом случае процессор может принять решение о том, что вообще соответствующий микропрограммный кусочек кона по записи в регистр не нужно делать, не нужно писать в х0, если в регистре destination указан х0. Такого рода вещи в общем тут очень много называются хентами и они как-то могут определяться. Это такие способы дать понять процессору, что что-то происходит, просто вставив какую-то странную инструкцию, типа Луи в х0. Вот. Все, проехали. Последнее, о чем я хотел рассказать, извините, что задерживаю, но мы тупили вначале, это про вектора прерываний. Мы с вами видели, что в RARSE один единственный обработчик прерываний и исключений, вообще всего. Он должен сам выяснять, что произошло, прерывание или исключение, в зависимости от этого по разному работают. В принципе, есть хорошая идея, раз уж у нас аппаратно известна причина исключительной ситуации, добавить некий кусок аппаратный же в процессор, который бы на основании номера этой исключительной ситуации выбирал, где находится ее обработчик. Прерывание номер 0 обработчик находится здесь, номер 1 здесь, номер 2 здесь, номер, не знаю, 8 здесь. То есть никакого кода, кроме некоторых аппаратных договоренностей, и прямо в момент срабатывания прерывания процессор идет по, скажем, у нас прерывание номер 2, к ячейке номер 0, 1, 2, в этой ячейке номер 2, точнее, адрес, соответственно, 8, берет ее значение, вот это значение, это адрес обработчика, и он вызывает этот обработчик. Вообще говоря, в Рискфайве так иногда делают, хотя это страшно неэффективно, потому что кто-то должен все это делать. Во-первых, это косвенная адресация, дальное хождение к памяти. Получается, что можно было бы даже сделать такую структуру для создания приоритетов, что ли, да, и приоритеты организуются примерно так же, да. Вот. Это страшно неэффективно с точки зрения Рискфайва, потому что это двойная косвенная адресация, то есть двойное хождение к памяти. Непонятно, где располагается тот код, который читает, разоминовывает и переходит. Поэтому Рискфайв сделали еще тупее, а может быть остроумнее. Там вектор прерывания это просто брач на соответствующую обработчик. Это одна инструкция. Она влезает в машинный код, в машинное слово. И эта инструкция еще и позиционно независимая, потому что это Б, то есть там по смещению, так что даже в разные места в памяти это можно подгрузить. Тут сокращенец говорит, что ядро по памяти не гуляет, но мало ли куда оно загружено, тем не менее, ядро. Может это не ядро, может это какой-нибудь загрузчик, который в старшие адреса памяти грузится. Вот. И от аппаратуры не требуется ничего, кроме как выполнить аппаратный переход, прямо переход на номер инструкции со смещением равным 4 умножить на значит номер прерывания. Это гораздо более эффективный инструмент. вот так вот вот этот МТ-век так устроен на машин левел вектор прерываний. Вот тут есть даже ссылка на то, как это устроено. При этом векторизация исключений довольно бессмысленная идея, поэтому все исключения это просто нулевое прерывание. Вот. сокращенец как знаток всяких архитектур утверждает, что есть такие архитектуры, где вообще нету никакого вектора у исключений. Исключений всегда значит там я не знаю. Я знаю только, что вот тут написано так, что векторизованы только прерывания, а исключения не векторизованы, но в действительности это просто всегда вектор. Ну вот собственно и все. Значит домашнее задание будет на обработку исключений. К сожалению у нас всего три вида в целом исключений. Это неизвестный системком, неправильная адресация и в смысле невыровненная адресация и обращение к запрещенной памяти. Вот на все три этих самых исключений будет по домашнему заданию. К тесты еще к ним не написаны. Точнее к двум они есть но не проверены а к третьим еще не написаны так что пока что решайте как есть. А потом я допишу домашку. Что еще? Да, к каждому к каждому из да, вы пишете только обработчик в домашнем задании к ним будет приписан соответствующий проверяющий код ну вот например такой вот это проверяющий код к задаче к задаче new e-call вот он ну он будет просто дергать соответствующую вот ну вот то есть сам сам проверяющий код опубликован вот то же самое будет с первой задачей которая еще не доделана примерно примерно так вы пишете просто обработчик а проверяющий код дергает ваш как бы с учетом что ваш обработчик есть дергает вот значит последняя задачка это обработчик доступа к несуществующей памяти вот где вы должны написать ситуацию что вот вы ходите к несуществующей памяти но правда всегда регистр только это 0 да вот только 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 чтение или запись и только всегда регистр это 0 ну вот обработчик проверяет действительно это память несуществующая или это какая-то такая дешевая виртуальная память для бедных и на самом деле в другом где-то месте есть такая память куда надо писать и он подменяет один андрес другим в т 0 и туда закладывает значение вот то есть такая очень-очень-очень имитация виртуальной памяти для бедных вот скажем ходите ходите к таблице не знаю к регистру ты 0 а нет не 0 другому какому-нибудь не знаю 100 а он говорит можно ну правда он уваливается в исключение ходит в какое-то другое место читает оттуда кладет вам в т 0 и говорит видите вот вы прочли с адреса 100 вот если вдруг кому-то зачешутся руки а в прошлом позапрошлом году был такой человек который зачесали сроки можно попробовать значит написать универсальный обработчик который бы мало того что обрабатывал бы инструкции load word и store word он бы еще определял с каким регистром там происходит работа потому что это легко сделать и для каждого регистра обрабатывал бы вот эту запись к несуществующей памяти так чтобы значит обращение чтобы туда в этот регистр помещалось именно в этот регистр помещалось значение это необязательное задание просто если кому интересно вот собственно все задачки 3 плюс вот эта нагрузка но она большая тут даже есть видите пример как писать хандлер для вот этой самой исследовательской задачи если есть какие-то вопросы задавайте ну в общем время уже довольно полно в следующий раз у нас тоже в общем не менее интересная тема даже может быть даже более интересная тема во полинг и мио значит полинг работа с внешними устройствами путем полинга то есть постоянного опроса и memory mapping input output я думаю что у нас будет графический дисплейчик но это все в следующий раз все если вопросов нету сейчас я посмотрю нет ли вопросов в в чатике в чатике там неудывающий сокращенец обрабатывает людей которые к нам приходят в этот чатик спасибо огромное за соучастие я бы не смог постоянно отвечать на все вопросы вот значит спасибо огромное ну что ж тогда если вопросов нету давайте мы будем заканчивать всем спасибо до встречи через неделю спасибо